всем еще раз здравствуйте у нас сегодня тема как бы продолжение предыдущей если вы помните то перед праздниками мы с вами разговаривали на тему как использовать ситуацию для духовного развития родителей и после этого несколько родителей что меня очень удивило как бы актуальностью обратились с вопросом как способствовать духовному развитию детей поначалу меня поставили в тупик общем этим вопросом потому что все-таки духовное развитие это как бы ну такая работа в первую очередь интеллектуальная ну вот за праздники как-то вот сложилось поэтому я сейчас вам расскажу то как мне это видится на основании там всего опыта того что я знаю о традиции и в общем посмотрим надеюсь что это будет полезно то есть как можно способствовать духовному росту детей с особенностями развития собственно как мы уже говорили тема духовного развития вообще особенно детей и уж тем более особых детей эта тема совсем другая совсем не та же самая как духовное развитие взрослого здорового человека в первую очередь потому что ребенок это не взрослый и к нему необходимо применять совсем другие критерии требования мы же не можем требовать от маленького ребенка например способности бегать как взрослый или поднимать тяжести как взрослый мы зачастую от него не можем даже требовать кушать самому ложкой да то есть мы будем его кормить мы будем менять ему пеленки мы будем еще много чего делать просто почему потому что на ребенок он еще маленький мы это понимаем особый ребенок это еще более сложная тема у любого человека есть свои довольно стандартные этапы развития то есть если мы говорим в общем то сначала человек рождается в виде младенца младенец этот растет осваивает какие-то базовые навыки потом подрастает идет в школу получает профессию или делать еще что-то из того что делают люди взрослые люди зададим вопрос развивается ли он духовно если он ничего для этого не делает я считаю что несомненно да почему духовное развитие происходит даже тогда когда никто ничего специально не делает для этого просто потому что это следует из самой нашей природы из природы нашей души вот мы назвали слово душа которая скажем так вызывает неоднозначные наверное ассоциации что вы вообще они знаем ученые вон вообще сомневаются если душа вообще да почему сомневаются ну потому что пощупать ее нельзя измерить и взвесить тоже и тем не менее любой из нас умеет различать свои именно душевные порывы свои душевные устремления душевные усилия то есть субъективная реальность каждого из нас говорит у нас есть душа есть и окружающих нас тоже есть мы ее чувствуем эту душу она очень непростая это наша душа и если мы не делаем то что душа нам велит и то ох и плохо же нам потом от этого и бежим мы исправлять и счастливы бываем когда удается исправить а когда не удается исправить то вся жизнь нам не мило становится и депрессия наступает иногда вплоть до самоубийства вот она наша душа такая вот руководит нами я считаю что нам с давидом повезло и мы имеем возможность регулярно убеждаться во первых существование души существование всевышнего поэтому оставим сомнения физикам и докторам которые видят и воспринимают только самую плотную ее часть то есть физическое тело отрицая все остальное и обратимся к традиции любая религиозная традиция имеет свой взгляд на тонкие то есть плохо видной глазу части нас но поскольку мы принадлежим к иудейской традиции лучше всего ее знаем то именно с ее точки зрения мы и поговорим что говорит иудейская традиция о душе в первую очередь она говорит нам не шамашина тата би тего раги то есть что это означает она говорит душа которую ты творец дал мне чиста она то есть что мы из этого учим то что всевышний дал нам душу и она изначально чиста из этого следуют многие выводы но как бы это не наша тема на сегодня поэтому мы ее отложим может на другой раз как-нибудь что еще мы знаем о душе есть традиции мы знаем что душа наша это не монолит это многоуровневый объект со сложной структурой которая где-то там высоко и далеко имеет связь с самим всевышним у всех ли есть душа несомненно и однозначно только что закончился праздник роша шана новый год по еврейскому календарю в это время евреи заканчивают годовой цикл чтения пятикнижия торы и начинают чтение заново то есть что они делают они читают последнюю главу пятой книги и начинают первую главу первой книги и первая книга втория эта книга в начале берейшит в которой рассказывается в первую очередь о сотворении человека то есть там первая глава рассказывает о сотворении мира и о сотворении человека. Вот неделю назад читали именно эту главу в очередной раз. В христианской традиции это первая глава книги «Бытие». Так давайте же посмотрим, что же там говорится в этой главе и как это связано с душой и с духовным развитием. Первая глава книги «Вначале» содержит два рассказа о сотворении человека. Собственно, любой, кто внимательно читал, он увидит, что рассказов там именно два. Казалось бы, зачем? Зачем такая важная книга, как Тора, повторяет какой-то рассказ дважды? Наверное, потому что там есть что-то очень важное. Давайте попробуем найти, что же важное там такого нам рассказывают. Первый раз о сотворении человека рассказывается в первой части главы. В первом варианте рассказа упоминается, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию, что не очень понятно, и основной посыл этой главы, что человеку дана власть над всем прочим сотворенным. А вот второй вариант рассказа для нас гораздо интереснее в плане понимания, что такое душа, у кого она есть и что такое духовное развитие. Вот что написано в оригинале на иврите во второй части главы «Берешит». Я нашла перевод этого предложения на официальном сайте Русской Православной Церкви. Увидела, что он вполне адекватен, и вот он. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Тут, к сожалению, при том, что перевод достаточно точен, есть нюансы, которые в силу лингвистических особенностей языков, иврита и русского, не способен однозначно передать все оттенки смысла, которые вкладываются в описание этого процесса в оригинале. И нам для того, чтобы понять, что такое душа, нужно посмотреть на некоторые смысловые оттенки оригинала, то есть именно что имелось в виду во фразе на иврите. В иврите есть два совершенно разных слова, которые на русский язык переводятся глаголом «создал», «сотворил». Это корни «бара» и «яцар». В русском переводе невозможно почувствовать разницу, потому что мы много про что говорим «создал», «сотворил». Это может быть что-то новое, это может быть что-то не новое. Вот мы что-то создали, мы в смысле переделали или создали что-то там, сплели с нуля. В общем, короче, вот нет такого вот разделения. А в оригинале эта разница понятна всякому. То есть тот, кто знает иврит, он прекрасно понимает, что глагол «бара» используется там, где из ничего создается что-то. Например, когда речь идет о создании земли и неба, то используется именно этот глагол. То есть не было ничего, и в абсолютной пустоте были созданы земля и небо. Глагол «яцар» используется в отношении, например, художника или скульптора. То есть они могут сотворять новое из старого, но не могут сотворять что-то из ничего. И вот в истории про сотворение человека используется именно глагол «яцар». То есть было взято что-то существующее, и оно было переделано во что-то новое. То есть человека создали из чего-то уже созданного ранее. В данном случае из праха земного. Что есть поэтический образ для использования подручного материала, скорее всего, достаточно незменных свойств. То есть когда Всевышний творил человека, то человек не был одушевленным, не имел души, пока Бог не вдохнул в него живую душу. Нишмат хаим. И вот с мгновения, когда Бог вложил в тело живую душу, человек стал именно тем, что мы называем человеком. То есть очень сложной системой, с очень сложными нерефлекторными поведенческими реакциями, с понятиями морали, с ответственностью за свои поступки и много еще с чем. И с душой, которую мы, как правило, глазами не видим, но мы ее очень даже чувствуем. Мы можем легко определить ее проявление в окружающих, в себе это вообще понятно, но мы очень хорошо чувствуем, вот такая душа у нашего собеседника, у наших, скажем там, родных, у наших любимых и так далее. Так вот после того, как мы все это сказали, вернемся к вопросу, что же такое вот это духовное развитие. И я думаю, что сейчас я могу более или менее точно ответить на этот вопрос. Конечно, это только мое мнение, возможно, Давид со мной согласен, но это все основывается на нашем опыте, как я уже сказала. Ну вот такое вот мнение. Как я уже упоминала, душа не является монолитом, а является сложным объектом с некой структурой. Мы не знаем в точности, какова эта структура в подробностях, но традиция имеет некоторую информацию о структуре души человека в целом. Давайте посмотрим, что именно традиция говорит о структуре души. Мы используем это, чтобы точно понять, что же происходит с ребенком с нарушениями развития и что необходимо сделать, чтобы он духовно развивался. Структура души в соответствии с иудейской традицией имеет пять уровней. Самый нижний уровень – это нефиш, то есть животная душа. Наше физическое тело, которое мы видим, осязаем, – это часть этой самой животной души. Обратите внимание, это не вся душа, это только часть. То есть наше тело – это некая наиболее концентрированная часть чего-то большего. Про этот уровень души известно больше всего, потому что, скажем так, у нас есть инструментарий для того, чтобы его познавать. Во-первых, некоторые части нефиш можно видеть. Ну, это само тело в первую очередь, аура, прочие вещи, которые могут видеть люди с особо развитой чувствительностью. Эта часть души поддается взвешиванию и измерению, даже включая некоторые тонкие ее аспекты. Если кто-то слышал, например, о том, что такой эффект кирлиан, другие эффекты существуют, которые в СССР старательно очень изучались. Правда, не ради духовного развития, а ради создания психотронного оружия. Это тоже момент такой интересный. Следующий уровень души называется руах. Руах с иврита на русский переводится обычно как дух. Эта часть души отвечает за моральные качества души, то есть за наличие совести. То есть если мы видим у человека наличие совести, то это прямой эффект присутствия руах. И у некоторых людей эта часть души развита прекрасно, и мы это знаем, и говорим, какие моральные, высокоморальные, хорошие люди. А у некоторых людей эта часть души развита слабо или не развита совсем. И всем окружающим это быстро становится понятно. Хотя сам руах не видит никто, даже никакие экстрасенсы. То есть вся эта аура, это не имеет отношения туда. В иудейской традиции есть техники для того, чтобы это увидеть особым образом, но они не для широкой практики, а только для очень маленького числа посвященных. Повреждения именно в этой части души отвечают за то, что по-русски называется душевной болезнью. То есть интересно, да, как бы есть душа, есть душевные болезни. Это по-русски. А на иврите говорят махалот руах. То есть это заболевание духа. То есть болеть душа может только вот в этом аспекте, в своей части, которая называется руах. Следующий уровень души – это нэшама. Нэшама, я не нашла никакого слова, которое бы по-русски более-менее адекватно передавало бы смысл. Нэшама – это от слова дыхание. То есть это вот нечто то самое, что Всевышний вложил в человека после того, как он его создал. И поэтому как бы на всем дальше я буду употреблять именно слово нэшама, просто в силу того, что отсутствует аналог. Это часть души, которая отвечает за все, что психиатры и ученые именуют словами высшая нервная деятельность. Это часть души, которая достаточно уже близка ко Всевышнему. И традиция считает, что она не может повреждаться. То есть то, что повреждается, это более низкие, более низшие слои. А сама часть души, которая называется нэшама, она остается чистой и целой. Это на самом деле очень важно для нас, потому что мы знаем, что как бы человек не был болен, как бы он не страдал, как бы он там не отставал в развитии, его нэшама всегда остается практически идеальной. Иудейская традиция выделяет еще две компоненты души, которые называются хая и ехида. Но эти компоненты души считаются уже столь тонкими и столь приближенными ко Всевышнему, что про них практически ничего не известно. Именно они обеспечивают нам ту самую связь со Всевышним, которую некоторые люди чувствуют очень ярко и стремятся усиливать ее любой ценой. Другие агрессивно отрицают. Я когда-то думала, что у людей, отрицающих связь со Всевышним, да и самого Всевышнего, уж если говорить правду, этих частей, возможно, нет вовсе. Но традиция не позволяет такого толкования. То есть считается, что хая и ехида есть абсолютно у всех. И, собственно, мой последующий опыт показал, что связь со Всевышним есть у каждого. Просто у некоторых людей разум, эта часть, которая относится к нашама, столь разросся, что он подавил осознание этой связи. Я еще раз подчеркиваю, это важно, подавляется не сама связь, а лишь осознание ее человека. И таких примеров вокруг меня есть достаточно. Я вижу людей, и я понимаю, что у этих конкретных людей прекрасная связь со Всевышним, при этом они ее абсолютно не осознают. То есть вот они живут, они действуют по воле Всевышнего, но они эту связь отрицают. Ну что же, если так Всевышний создал мир, и если это для него хорошо, то кто я такая, чтобы протестовать? Ну вот теперь можно точно сказать, чем на самом деле является духовное развитие человека. Маленький ребенок рождается с Нефиш, то есть с животной душой. Руах еще не присутствует, потому что для него в маленьком теле нет базы. И лишь Нешама управляет Нефиш, животной душой, чтобы построить себе подходящее тело. То есть можно смотреть на это так, что часть души Нешама управляет частью души Нефиш для того, чтобы построить тело под себя, под свою задачу. С годами, когда ребенок взрослеет, Нефиш увеличивается и усложняется. Ну мы это и видим. Ребенок растет, его тело растет, его мозг растет. И становится подходящим для того, чтобы Руах и Нешама заняли бы свое место. И чтобы связь со Всевышним стала бы более плотной и прочной. Мы наблюдаем это становление в процессе взросления ребенка. Маленькая тельца, не умеющая ничего, кроме как кушать и спать, это Нефиш, животная душа. Присутствие Нешама там минимально, но именно она управляет всем. Где-то между годом и полутора, мы начинаем уже ясно ощущать ее присутствие в маленьком человеке. Именно в это время со страшной скоростью развивается интеллект, развивается речь. Ребенок, ну скажем так, ребенок становится именно тем сладким ребенком, которого мы так вот любим. Младенец подрастает и превращается в ребенка, который в свою очередь превратится в подростка, из которого в конце концов получится взрослый человек. А что будет, если Нешама не сможет полноценно управлять развитием Нефиш? А вот тут мы и получим вот это самое. Не будет развиваться интеллект, или если разрыв частичный, развитие будет замедленным. Будет отставать развитие речи, или речь вообще не будет развиваться. Высшая нервная деятельность не будет усложняться, потому что Нешама не сможет подготовить для этого физическое тело. И будет у нас особый ребенок. На физическом уровне мы найдем органическое поражение той или иной степени тяжести, в зависимости от того, насколько сильно пострадала связь между Нефиш и Нешама. Нешама участвует во всем, в чем участвует Нефиш, то есть животная душа. А что у нас в сруах? Где он у нас появляется? Ведь у младенца же мы не можем найти совести, мораль. И младенец он на то и младенец. Руах обретает способность проявляться в ребенке несколько позже, где-то лет после четырех, а чаще годам к шести, когда животная душа Нефиш усложнится настолько, что сделает это проявление возможным. И тут мы вдруг видим, что ребенок, который просто смотрел, например, мультик Бэмби, вдруг начинает плакать из-за сочувствия к этому олененку. Или вдруг он начинает хотеть поделиться с мамой или с другими детьми игрушками и конфетками. Или вдруг он понимает, что кому-то больно и пытается сделать так, чтобы больно не было. Или приносит маме одеяло. В общем, короче, вдруг мы начинаем наблюдать вот такие вот, скажем так, совсем неочевидные проявления. Я должна сказать, что бывают очень духовные дети, которые проявляют эти качества с гораздо более раннего возраста. То есть, например, лет двух с половиной. Но это как бы не все. И, в общем, нормой считается где-то между четырьмя годами и шестью. То есть мы начинаем в этом возрасте видеть проявление того, что называется Руах. Более высшие, более тонкие части души начинают явно проявляться в человеке во взрослом возрасте. Как правило, между 35 годами и 40 годами. И тогда мы наблюдаем изменения. Мы вдруг видим, как остепеняются бывшие шалопаи, женятся убежденные холостяки, убежденные child-free вдруг рожают детей и обожают их. В общем, люди меняются в совершенно неожиданных направлениях. Еще бывает, что человек вдруг обнаруживает какой-то новый талант, меняет профессию или пускается в дальние путешествия. То есть меняет свою жизнь кардинально и начинает делать что-то совсем другое. Такие изменения происходят не со всеми, а только с теми, у кого Руах и Нешама смогли вырастить и усложнить животную часть души Нефиш настолько, что такие изменения становятся возможными. Существуют четкие этапы развития ребенка, которые хорошо известны педиатрам и педагогам. Да и каждый из нас кое-что про них знает, ведь мы все прошли этот путь. Собственно, достаточно вспомнить себя в возрасте 6 лет, в возрасте 12 лет и так далее. Даже если мы что-то забыли, можно посмотреть на окружающих детей и вспомнить, как оно было, и понять этих детей. А вот с ним происходит то же самое, что и со мной в этом возрасте. Есть также этапы развития взрослого человека, но они уже мало изучены. То есть, скажем, психология пытается это как-то изучать, но, в общем, я не видела ни одной маломальски, скажем так, практичной теории, которую можно было бы реально приложить и сказать, да, вот это вот более-менее отражает. Нет, не отражает. То есть есть какие-то теории, есть какие-то там даже находки, но, в общем, все это очень так разрозненно, и нет единой системы. Поэтому мы наблюдаем окружающих нас людей, делаем свои выводы и действуем в соответствии с этими выводами. То есть что мы из всего этого можем вывести? Что мы все развиваемся духовно в процессе жизни. И цель нашего развития – это укрепление связи со Всевышним. Собственно, вся наша жизнь, все наше развитие направлено только на одно – на укрепление вот этой вот связи со Всевышним, на развитие высших частей души, про которые мы совсем не думаем, которые мы не видим, иногда мы их чувствуем, но именно они развиваются в процессе нашей жизни. И весь этот мир устроен так, чтобы мы развивались. Решение любой проблемы, любые наши коммуникации с другими людьми чему-то нас учат, и тем самым способствует усилению присутствия нашей души на шама, образованию новых связей в мозгу для обеспечения ее деятельности, а значит, и усилению присутствия нашей высшей души. Ну вот, наконец, мы добрались и до духовного развития особого ребенка. Мамочки не зря беспокоятся на эту тему. Из того, что я сказала, уже должно быть понятно, что духовное развитие ребенка наитеснейшим образом связано с просто развитием, просто потому, что это такие этапы. Каждый из нас должен пройти эти этапы, если ребенок тормозит на каком-то этапе, это проблема. Если обычное развитие ребенка не происходит, то не происходит и духовное развитие, оно остается законсервированным. И наоборот, если нет духовного развития, то нет и просто развития. Оба этих развития либо происходят параллельно, либо параллельно страдают, замедляются, искажаются. Как все сказанное сочетается с нашим убеждением в том, что любые особенности развития проистекают из органических поражений ЦНС. Давайте посмотрим презентацию. Я надеюсь, у меня сейчас все получится сделать шерфскрин, где я попытаюсь наглядно изобразить, что с чем связано и что происходит с особыми детьми. Вот я открываю презентацию. Теперь мне нужно сделать шерфскрин. Вот моя презентация. И мы начинаем эту презентацию. На первом слайде я изобразила человека схематически. То есть вот у нас здесь есть тело человека, которое является частью нефиш. Я подчеркнула, что сам нефиш гораздо больше, чем наше физическое тело. То есть вот все эти проявления, которые видят экстрасенсы, там типа ауры и прочее, это вот все включается вот в этот вот розовенький круг. Гораздо высший уровень – это руах. Вот я его голубеньким изобразила. Он у нас как бы сидит на нефиш и что-то там делает. Следующий уровень – это нешама. Он у нас фиолетовый. И высшие уровни души я изобразила светло-светло-розовым. То есть схематически можно сказать, что тело и душа, ее части соотносятся вот примерно таким образом. Собственно, каждый уровень нашей души, он имеет в теле либо прямое проявление, либо косвенное. Косвенное мы видим через поведение. То есть, например, скажем, руах частично использует тело напрямую, тогда, когда это тело уже дозрело до того, что это становится возможным. Или руах использует, скажем, высшие части животной души нефиш для того, чтобы проявлять свое, скажем, присутствие с поведением, через поведение. И точно так же у нас и нешама. То есть, она использует тело прямым образом там, где это релевантно, и использует это через поведение там, где это, так сказать, по-другому проявляется. Вот этот слайд у нас показывает примерные точки входа основные, там, где происходит соединение между высшими уровнями души и физическим телом. Здесь изображен здоровый человек в первую очередь. То есть, посмотрите, как все сложно. Мы видим важные очень входы, как высшая часть нешама соединяется с физическим телом. Обратите внимание, где это. Мы видим основание затылка. И мы видим седьмой шейный позвонок. То есть, вот это два очень важных входа. Если тут какое-то нарушение, то мы будем иметь проблему. Естественно, у нас есть вход на макушке. Есть много маленьких входов, которых нет, скажем, у младенца, но которые у взрослого уже развиваются и появляются. Обратите внимание, копчик и крестец – это очень важная часть. И не просто так, там много нервных окончаний. Это очень важная точка входа души нешама и соединение ее с душой нефеш, то есть с физическим телом. То же самое у нас происходит спереди. У нас есть солнечное сплетение, очень сложный нервный узел. Здесь отсюда отходят очень важные нервные пути. И очень важна у нас пупок и подпупочная область, то есть, собственно, весь живот. Теперь смотрим, что у нас голубенькое. Голубенькое – это у нас руах, где у нас проявляется то, что обеспечивает нашу совесть. Мы видим не так много входов, кстати. Мы видим вход в районе глаз, переносицы. Мы видим вход в районе макушки. И, как это неинтересно, вход в районе живота. Если бы я взяла картинку, где человек стоял бы к нам лицом, раскинув руки, мы бы увидели, что голубенькие стрелки у нас есть возле локтей, возле запястьей. На ногах меньше проявляется, но тоже проявляется. И обратите внимание, что розовенькая стрелочка у нас только одна. То есть, это связь со Всевышним, которая очень мало, очень слабо проявляется именно в физическом теле. Она скорее проявляется душевными порывами. То есть, когда вы, например, переживаете какое-то религиозное ощущение, религиозный экстаз и прочее, то это именно оно, именно эта стрелочка. И именно к увеличению вот этой связи, так сказать, к утолщению этой стрелочки, к ее углублению в нас, мы, собственно, и стремимся. Вот это вот и есть наше духовное развитие, его цель, и ради этого мы здесь живем. Я надеюсь, что более-менее все понятно. Если кому-то непонятно, то потом можно будет спросить. А вот у нас младенчик. Смотрите, здоровенький младенчик, но маленький. Где у него входы высших частей души? Посмотрите, их совсем мало. На первом этапе жизни, собственно, руах не присутствует здесь вообще. Он еще не имеет для себя механизмов, которыми он бы мог самовыражаться. Но зато вовсю присутствует нашама. И вот ее основные входы. Это у нас основание затылка, шея. Это у нас макушка, то есть теменные доли. Это у нас живот. И это у нас копчик и крестец. Когда у нас все эти связи в порядке, то младенец нормально живет и нормально развивается. Причем с возрастом вот этих вот входов становится все больше и больше. То есть появляются маленькие, новые, то есть развивается тело, развивается, соответственно, возможность для нашама пользоваться этим телом. Она все время это тело корректирует, поэтому мы видим, как дети меняются в процессе роста. И вот так вот оно. То есть здоровый младенец у нас полностью связан через свою нашама. Он связан со Всевышним в итоге. И, в общем, он вписан в этот мир. И он благополучно развивается. А что происходит с детьми, которые у нас получают диагноз рас или аутизм? У них есть нарушение. Собственно, это такой же младенец, у которого только часть связей между высшими частями души остается ненарушенной. Их хватает для того, чтобы тело выглядело, как правило, неиспорченным. Но кое-что нарушено. То есть нарушена связь вот здесь и нарушена связь вот здесь. К чему это ведет у нас? Я взяла специально такой чарт, который показывает, скажем так, связь между нервной системой и всеми органами. Я очень люблю этот чарт, потому что здесь можно многое хорошо разглядеть. Вот обратите внимание, все вот эти вот желтенькие пути – это нервы. Это нервы более-менее крупные или мелкие. Именно нервы – это проводники того, что я называю здесь в нашей презентации «Нешама». Это то, что управляет фактически всем. Ну что ж такое? Всем, что происходит в нашем теле. Как только у нас нарушается связь где-то, например, вот в этой вот области, посмотрите, на что это сразу влияет. Мало того, что это влияет у нас на весь головной мозг, то есть у нас здесь нарушается связь. Все, уже даже если вот эта связь верхняя останется неповрежденной, уже у нас будут проблемы. Они, возможно, будут, скажем так, не катастрофическими, но они уже будут. Обратите внимание здесь. То есть как только у нас, скажем, есть повреждения здесь, мы тут же получим проблемы, начиная с сердца, легкие, желудок и так далее. То есть любой орган, который теряет связь с этой высокой частью души, тут же начинает иметь проблемы. И мы часто видим у детей с этими диагнозами, мы часто видим, что пострадал не только головной мозг, а пострадали, например, органы пищеварения. Почему они пострадали? А потому что пострадали нервные пути вот здесь. Не зря же говорят, что кишечник – это второй мозг. То есть вот здесь это, я думаю, хорошо и наглядно видно. Так следующий вопрос, что же с этим делать? Вот родился ребенок, у которого есть в какой-то причине повреждения, нарушение связи. Вот у нас этот ребенок. Что нужно делать для того, чтобы ребенок выздоровел? Вообще возможно ли это? Да, возможно, это ребенок выздоровеет, если мы сделаем две вещи. Мы уберем нарушение здесь, и мы уберем нарушение здесь. Как только мы уберем эти нарушения, то через какой-то короткий период вот эти вот фиолетовые стрелочки встанут на свое место, и ребенок начнет развиваться. Что, собственно, мы и наблюдаем. Все вот, что мы делаем в нашем центре, направлено, помимо работы с конкретным телом, то есть если есть уже нарушения в самом теле, помимо этого еще мы делаем все для того, чтобы убрать вот эти вот нарушения связи. И тогда у нас просто тело и нашама начинают сами делать всю работу. Это вот то, что я объясняю. Я говорю, я могу только помочь. То есть вот я уберу вот это, скажем. И дальше нашама сделает то, что она должна. Она восстановит, она восстановит свою связь с нефиш, и они вдвоем починят вот то самое нарушение, которое произошло, например, там при родовой травме. Ну, в общем, я думаю, что сейчас уже я рассказала то, что мне пришло в голову, и я буду очень рада, если мне зададут вопросы. Девочки, сейчас самое время задавать вопросы. Ну, вот такой вопрос. Опять-таки, возраст ребенка, наверное, тоже играет все-таки роль. Какой возраст? Я хотела про это сказать, и как-то выпало у меня из головы. Ну, отлично, значит, я скажу. Смотри. Понятное дело, что чем младше ребенок, тем проще все починить. Ты видела это на слайде. То есть пока маленький ребенок, нарушения, они очень локализованы. То есть ты чинишь эти локализованные нарушения, и дальше ребенок уже идет сам, развивается сам. Но здесь какой минус? Вот на этом этапе же не видно еще пока что, что он болен? Понимаешь, в чем штука? Видно. Как правило, видно. Вот сколько было у нас детей, да? И очень многие родители мне говорили, например, вот это началось в полтора года, да? А потом показывали видео. Вот ребеночек в 9 месяцев, да? И вот опытному глазу уже видно, что проблема есть. Это проблема, скажем так, недодиагностики. То есть нет специалистов, которые действительно способны как следует это диагностировать в малом возрасте. Теперь я продолжаю, собственно, твою мысль. Катастрофа ли это, да? Вот полтора года не заметили, да? Что делать? На самом деле катастрофы никакой нет. Потому что Нешама и Нефиш, они умеют взаимодействовать в любом возрасте, даже в самом взрослом. Я вот приведу пример, скажем, взрослого ребенка 15 лет, да? Значит, да, там, конечно, все гораздо сложнее, потому что уже нарушены многие связи. Вы видели на слайде, например, взрослого человека, сколько там образуется всяких мелких связей, да? Так и когда эти вот основные нарушения не убраны, и ребенок развивается с этим, то да, там, конечно, накапливается очень много изменений. Но практика показывает, что если с этим работать, то развитие все равно начинается. Да, все происходит медленнее, но оно происходит. Оно происходит, и еще это зависит от того, насколько глубоки вот эти вот нарушения. Если нарушения относительно поверхностные, то в любом возрасте это происходит быстро. Я ответила на твой вопрос? Да, спасибо. Вот. Так что да, в идеале, конечно, лучше всего приносили, скажем, полуторагодовалых детей. Вот недавно у меня был ребенок год и 10, нет, год и месяц. Год и месяц, да. То есть ребенок был весь в себе, но уже буквально через месяц, вот они раз в неделю приходили, да? Какой через месяц? Уже через неделю мы видели изменения, да? И вот они, собственно, они были в течение двух месяцев они приходили, и потом там они заболели ковидом, еще, в общем, короче, не приходили. Ну так я просто разговариваю с родственниками этого ребенка. Ребенок развивается, он, собственно, уже начал разговаривать потихоньку. Понимаешь? То есть это как бы, да, это огромная удача, да? То есть год и месяц – это просто огромная удача поймать вот в этом возрасте. Или, например, скажем, еще ребенок тоже там год с чем-то там, да? У ребенка тяжелое ДЦП, собственно, половина тела не работала, да? Сейчас ребенок уже встает, ползает и так далее. То есть понятно, что там повреждение было более сильным, это займет больше времени, да? Но понятно, что, в общем, у этого ребенка есть все шансы восстановиться, скажем так, если не совсем полностью, то настолько, что он сможет жить нормальной жизнью, да? То есть инвалидное кресло ему уже однозначно не грозит, он уже ходит, да? Ну и так далее. Но опять же, я говорю, это удача. Поэтому, когда такой удачи не случается, то, в общем, паниковать не надо. Все все равно происходит просто медленнее. Вот, еще вопросы у нас есть. Я понимаю, что материал немножко такой своеобразный. Так что, если потом будет много вопросов и пришлете, то можно будет сделать еще, скажем, повторную сессию именно ответ на вопросы. Но что я хочу, собственно, подчеркнуть вот всем этим? Тем, что то, что считается, казалось бы, мистикой, оно на самом деле никакой мистикой не является. Просто если мы чего-то невидим и не знаем, это не значит, что его нет. И, собственно, вот разговор о духовности у нас опять. Я, например, как-то больше склоняюсь к тому, что духовность – это некая абстракция, потому что наше тело и душа, они достаточно материальны. То есть то, что тело материально, с этим никто не спорит. Спор идет о чем? О том, что душа, она как бы нематериальна. А я считаю, что нет. Она очень даже материальна, просто у нас нет инструментов для того, чтобы ее видеть. Ну, вот так вот сделано. Почему? С какой-то целью, как бы это нам неведомо. Но материально все, поэтому все подвержено, так сказать, исправлению. То есть любое повреждение может быть исправлено при наличии, так сказать, подходящих инструментов. Ну, Давид Симха, если у тебя нечего сказать и больше вопросов нет, то, в общем, как бы я сказала то, что хотела. Можно вопрос? Здравствуйте. Конечно, здравствуйте. А вот снять вот это нарушение может только человек с специальными возможностями, да, так скажем? Или вот мать может какими-то медитациями? Смотри, значит, я на эту тему хочу сделать отдельную лекцию, да, можно ли исправить коррекции, да, не исправляя саму причину. Тут момент очень интересный. На самом деле, как бы, да, с душой нужно работать другой душой. Так же, как, скажем, при любой деятельности есть люди, у которых есть больше инструментов для этого. но, скажем так, у очень многих людей есть хотя бы частичные инструменты для работы с этим. В частности, мать, она неизбежно связана душой со своим ребенком, и она через свою душу, да, может исправлять. И вот интересно, я заметила, например, мы там пообщались с некоторым количеством людей, которые занимаются там какими-то, скажем, логопеды, да, там еще там что-то такое. Так вот, успешные из них, они именно это и делают. Они применяют свою душу для исправления души ребенка. Да, они воздействуют точечно, скажем, на какие-то конкретные там повреждения, но они это делают именно своей душой. Внешние методики, они работают только вот у этих вот людей, да. То есть, например, скажем, человек, хороший логопед, вот у него ребенок заговаривает, да. Вдруг ребенок, который не говорил, и вдруг заговорил. Вот приходит другой логопед и начинает изучать эту методику. Потом он начинает ее применять к таким детям, и у него ничего не получается. Почему? Во-первых, у него душа другой конфигурации. Во-вторых, он, возможно, вообще не понял, что же там происходит, понимаешь? То есть, есть внешняя часть работы, и есть, мягко скажем так, невидимая часть работы. То есть, тот логопед, который успешный, он-то хорошо знает, что он внутри себя делает. Он именно своей душой как бы работает, и эта работа, она очень непростая. И он достигает результата. Пусть этот результат не всеобъемлющий, пусть он там частичен, но неважно, он его достигает, да. Но с помощью той же внешней методики, то есть, теми же внешними действиями, другой человек этого не достигнет. А кто-то третий, возможно, наоборот, он поймет именно самую суть и достигнет еще большего. Понимаешь? Фактически, вот то, что я вижу, любые, вот каждый человек, который работает с такими детьми и достигает успеха, он работает своей душой. Он может работать при этом руками, он может что-то говорить. Это все совершенно неважно. Основная работа происходит между душами. То есть, душа одного воздействует на душу другого. Исэфу, можно еще вопрос? Конечно. Вот смотрите, ребенок с нарушенным развитием, приходя в храм, подпевает салмы, то есть, ведет себя абсолютно по-другому. Ну, то есть, вот как бы вот эту божественную искру он впитывает в себя. При этом, то есть, ну, скажем так, имеет нарушение в развитии. Что, как это? Это связь с искривышем? Это как раз очень даже легко объяснимо. Это означает, что вот, помнишь, была там такая светло-розовая стрелка вот здесь вот, наверху. Да, да. Вот, это значит, что вот эта часть у него развита хорошо, и именно там у него нарушения нет. Такие дети бывают, а поскольку у него есть нарушения в другой области, то именно туда идут все его ресурсы. И как бы он может именно вот поэтому быть гораздо более чувствительным вот ко всем этим вот высшим проявлениям, чем, скажем, окружающие, да? Спасибо. То есть, одно другому никак не противоречит. Можно вопрос? Конечно. Здравствуйте. Вот на образе одеялки, да, который малыш начинает маме приносить, когда он понимает, да, вот, что у маме так плохо, когда у ребенка есть проблема, то он это начинает понимать позже, да, когда проблема уходит. Вот он начал это понимать там в семь-восемь лет, вот я это вижу. И дальше вот такой момент, оно же медленнее это развивается, вот это, я не знаю, как это сказать, как назвать, но оно в какой-то момент вот остановилось. Вот я вижу, что человек не совсем делает так, да, не делает другому то, что ты себе не хочешь, а вот не до конца понимает. Это все еще моя недоработка, я могу это доделать. Или это все, это вот свой характер, это отсутствие эмпатии, да. Смотри, тут надо посмотреть, в каком возрасте ребенок, да, потому что мы все проходим определенные этапы развития, и есть у нас такой весьма непростой возраст, называется подростковый, да. И там как бы ребенок, с одной стороны, чувствует, что надо бы вот так, так правильно. Но он стесняется сам себя, понимаешь, почему? Потому что, а что это решат, что он там слабый, он что нежный? Нет, он такой брутальный, он такой, да. То есть, понимаешь, тут надо разбираться, как бы, что именно происходит. Потому что очень многие подростки стараются казаться, скажем так, более жестокими, чем они есть на самом деле. С возрастом это проходит, они понимают, что не так как бы самоутверждаются. Но есть у них такой момент, такой период. И тут, скорее всего, лучше всего помогут беседы, то есть объяснять, что вот смотри, вот ты сделал так, или ты не сделал так, а ты подумал, а вот тебе сейчас с этим хорошо? То есть предлагать ребенку самому как бы вот прочувствовать, как ему с этим? Да, про подростковый я упустила. Вот. Да, подростковый возраст, он не зря считается сложным, там много всего происходит, и им самим очень трудно, и поэтому, в общем, там, да, там целый клубок всего. Спасибо. Еще вопросы у нас есть? Или надо подумать? Ну что, я считаю, что как бы можно закончить на этом. Если появятся дополнительные вопросы, то их можно прислать, и если их наберется какое-то количество, то мы просто можем сделать сессию ответов на такие вопросы. Давид Симх, а ты имеешь что-то сказать? Я имею сказать потом как-нибудь. Сейчас пусть люди усваивают то, что раздумывают над тем, что услышали. Ну, единственное, что я должен буду сказать, это по поводу необходимости воспитания, необходимости участия родителей в судьбе своих детей, не перекладывая ответственность на каких-то других специалистов. Вот это вот да. Это да. Ну, это отдельный разговор, скорее всего. Да. Потому что в последние годы многие возник такой перекос. Родители переносят ответственность за развитие воспитания детей на кого-то другого. На разных специалистов. Для специалистов это хорошо, конечно. Но если мы говорим о достижении цели здорового и счастливого ребенка, то роль родителей никто не сможет заменить. Но об этом длительно потом. Тогда на этом мы заканчиваем эту конференцию замечательную. На мой взгляд, то, что Исефа рассказала, было удивительно. Повторяем еще раз, это как бы точка зрения, которая основана на еврейской традиции и является результатом нашего опыта. Это не то, что это в буквальном смысле все, что было сказано где-то, было описано, и мы это просто зачитали. Нет. Это синтез знаний, основанных на нашем личном опыте и, собственно, изначально на необходимости помощи собственным детям. Ну, можно сказать, авторский взгляд. Есть у кого-то какие-то вопросы или потом? Пока нужно всем переварить очень много полезной информации. Реально, вот то, что сейчас по полочкам как-то разложилось в голове, от чего все это происходит у ребенка. Да, да. Очень много. Если нужно, то можно опубликовать эту статью именно текстом с презентацией. Там, правда, не будет моих слов. Вокруг презентации я там не писала, поскольку ленивая. Разумеется, мы это в ближайшее время опубликуем. И, разумеется, это будет так же, как и все наши методики, открытия. Все это будет сертифицировано и зарегистрировано защищено авторским правом, как мы уже сделали абсолютное большинство наших уже опубликованных методов, подходов, открытий, которые, как показала практика, помогли уже и помогают очень многим. Заканчиваем тогда? Да. Если будут вопросы, шлите их Насте. Если наберется, я говорю, наберется еще на конференцию, сделаем еще конференцию. Спасибо большое. Будьте нам здоровыми. Спасибо. Благодарим. Всего доброго. Пока, дядя. Всем здоровья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok